МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня в выпуске. У казахстанцев появится социальный кошелёк. Для получения социальных выплат больше не нужно будет ходить в банки и открывать спецсчета. Многомиллионный штраф за получение взятки. Костанайский суд вынес решение о наказании главврача областного туб-диспансера и бухгалтера медучреждения. Государственные услуги всё чаще стали оказывать в электронном формате. На фоне пандемии статистика в сравнении с прошлым годом резко увеличилась. Но повлияло ли это на качество оказываемых услуг? Расскажет Наталья Басмурзина. Получить социальные выплаты в скором времени можно будет через электронный социальный кошелёк. На сегодня Министерство труда и социальной защиты прорабатывает детали нового проекта. По задумке, социальный кошелёк будет свободен от банков, а потому на сохранность счетов не повлияет банкротство той или иной банковской системы. К тому же, благодаря такому кошельку откроются возможности его каждодневного применения. Подробно о будущей работе новой системы на столичном брифинге рассказал министр труда Боржан Нурмбетов. В Казахстане появится социальный кошелёк. Новое понятие обещает повод навойти в жизнь многих казахстанцев. И всё потому, что функции у такого кошелька будут значимыми. А проходить регистрацию, чтобы закрепить его за собой, людям не понадобится. Сегодня у нас для получения социальных выплат граждане оформляют, должны открывать банковские счета, идти в банки или другие финансовые организации. И основная идея с нашей стороны, чтобы для каждого гражданина на основе его индивидуального идентификационного номера ИИН автоматически открывать социальный кошелёк. То, что для открытия социального кошелька людям не нужно будет посещать банки, министр труда называет главным преимуществом новой системы. Все средства по социальным выплатам будут сразу же поступать на кошелёк, без каких-либо посредников. Уход от банков при начислении социальных выплат не должен повлечь за собой нарушение безопасности счетов. Скорее наоборот. Для гарантии сохранности средств на кошельках в Министерстве труда и социальной защиты предполагают использовать электронные деньги Национального банка. Такая система обезопасила бы средства наших граждан от фактов ухудшения ситуации в банках или в случае банкротства эти банки в наличном социальном кошельке. Эти деньги будут сохранены, так как они не привязаны будут к банку. Для того, чтобы люди могли проверить состояние своего социального кошелька, Министерство намерено разработать специальные мобильные приложения. Они откроют доступ в личный кабинет получателя выплат. Благодаря таким приложениям можно будет не только узнать информацию о балансе на счете, но и проводить банковские операции. К примеру, деньги из социального кошелька можно будет перевести на другой счет, а также приобрести товары или оплатить услуги. Сделать это можно будет посредством специального QR-кода. Мы планируем уже со следующего года на социальный кошелек первым этапом перевести адресную социальную помощь и после удачного тестирования перевести другие все социальные выплаты. Работа по внедрению социального кошелька в Министерстве уже ведется. На данный момент разработчики занимаются вопросом о неприкосновенности кошелька для разного рода оприменений. К примеру, в Министерстве труда и соцзащиты хотят защитить социальный кошелек от возложения на него взысканий судебных исполнителей. Диара Ахмечина, Талия Басмурзина, РТН. К другим темам. Регионы Казахстана оценили по количеству выписанных штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологического контроля. Так называемый антирейтинг опубликовали в телеграм-канале «Коронавирус-2020». Оказалось, что среди всех регионов Костанайская область заняла третье место, обогнав со значительным отрывом такие крупные города, как Шимкент и Нур-Султан. Начиная с 5 июля в Костанайском регионе выписали 1323 протокола о нарушении санэпидем-контроля. При этом 524 штрафа из них пришлись не на людей, а на объекты. Сумма взыскания для организации превысила 51 миллион тенге. Еще на 10,5 миллионов оштрафовали физических лиц, то есть непосредственно граждан. Лидером антирейтинга по штрафам стал Алматы. Там протоколов о нарушении выписано 3837. Второе место заняла Туркестанская область. Там количество выписанных штрафов составило 2974. Тем временем в Монгсталовской области с 13 октября усилят карантинные меры. По решению главного санитарного врача региона, по выходным там не будет курсировать общественный транспорт, приостанавливается деятельность фитнес-центров, тренажерных залов и спортивных объектов. Наказание за получение взятки назначено главному врачу Костанайского противотуберкулезного диспансера. Вместе с ней приговор огласили и в отношении ее соучастницы, и в отношении взяткодателя. Всем фигурантам дела назначены штрафы, многократно превышающие сумму незаконного вознаграждения. Главврачу придется выплатить государству почти 12 миллионов тенге. По материалам дела главному врачу областного противотуберкулезного диспансера Любови Муржакуповой было поручено открыть провизорный госпиталь на базе отделения фтизиопульмонологического центра, расположенного в Табыле. Возникла необходимость обеспечения его медизделиями и средствами защиты. Согласно обвинению, диссредство решено было приобрести в ТОО «Тасфарм» способом из одного источника. От его руководителя Муржакупова за 6 договоров на 16 миллионов тенге решила получить взятку в размере 20%, то есть в 3 миллиона 200 тысяч тенге через главбуха Акмаралу Базылбекову. Та при встрече предложила данные условия директору ТОО Саиде Курмановой, но она согласилась только на 10-15% от суммы заключенных договоров. Но в итоге передала посреднику еще меньшую сумму – 236 тысяч тенге, большую часть из которых взяла себе главбух Базылбекова. Суд приговорил Муржакупову Любовь Константинову признать виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьи 366, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, по которому назначили наказание в виде штрафа в размере 50-кратной суммы взятки, что эквивалентно 11 миллионов 800 тысяч тенге, доход государства. Главбуху Базылбековой назначен штраф в 10-кратном размере суммы взятки, то есть 2 миллиона 366 тысяч тенге. Взятка дателю Курмановой в 20-кратном размере, то есть 4 миллиона 720 тысяч тенге. При этом суд исключил из обвинения упоминание в отношении 3 миллионов, 16 миллионов, так как по данным эпизодам обвинения подсудимого практически не предъявлено. У нас показалось за умысленный судик. Вас осудили только за получение, передачу и посредницей во взятки суммы 236 тысяч тенге. Из отягчающих вину обстоятельств судья исключил совершение правонарушения в период чрезвычайного положения в стране. Смягчающих вину Муржакуповой и Курмановой обстоятельств в суд не усмотрел. В отношении Базолбековой суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств полное признание вины и чистосвидетельное расколение. Также подсудимых пожизненно лишили права занимать должности на государственной и приравненной к ней службе. На добровольную оплату штрафов им отводится месяц. В случае уклонения от нее наказание может быть заменено на реальный срок лишения свободы. Виталий Луговской, Валерий Зиновьева, РТН. Пятерых пропавших детей искали в минувшие выходные полицейские и волонтеры. Четверо из них ушли из поселка, в котором проживали. Одна девочка сбежала из Костанайской квартиры. Все они возвращены домой. Подробнее об их исчезновении, а также о якобы проведении ПЦР-тестирования на коронавирус детей в детсаду без согласия родителей в нашей рубрике «Коротко». Четырех детей искали всю ночь в Костанайской области. Девочки 12, 10 лет и 2, 7-летних пропали 9 октября около 16 часов в поселке Сенквитовка района имени Бэмбета Малина. Родители рассказали, что дети вышли из дома играть, но домой так и не вернулись. К поискам сразу же подключили сотрудники полиции, отделы образования «Экемата», а также волонтеры. Были проверены все заброшенные здания Сенквитовки и соседних сел. Детей нашли целыми и невредимыми утром следующего дня возле соседнего поселка Николаевка. Они ночевали в Авраге. Пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что с родителями проведена профилактическая беседа, а с девочками будут работать психологи, как и с 12-летней жительницей Костаная. 9 октября из-за семейной ссоры примерно в 10 часов она убежала из дома через форточку. К поискам традиционно подключились полицейские волонтеры, которые обнаружили ее на проспекте Абая и передали матери. И пожилого грибника, который заблудился в лесу, нашли в Миндогаринском районе. Вечером 11 октября спасатели получили сообщение о пропаже 73-летнего мужчины на территории Ломоносовского сельского округа. Двое жителей села Жамбул Костанайского района уже ближе к вечеру приехали в соседний район собирать грибы. Остановились вблизи села Коктерек, оставили машину и разошлись в разные стороны, договорившись встретиться через час-полтора возле автомашины. Однако в назначенное время пенсионер не подошел. Второй грибник встревожился его отсутствием и решил позвать на помощь спасателей и сотрудников полиции. На вызов прибыли 5 спасателей и 10 полицейских на 4 машинах. Как позже выяснилось, в наступившей темноте пожилой человек потерял ориентир и углубился в лес. Спустя время он оказался на открытой поляне, а затем ему удалось выйти на дорогу. И он увидел свет фар и фонарей и услышал крики искавших его спасателей. Опровергнуты слухи о массовом ПЦР-тестировании в детских садах. Об этом сообщает сайт StopFakeKZ. В сети распространяются слухи о том, что в одном из детских садов страны провели массовое ПЦР-тестирование детей на COVID-19. Авторы утверждают, что анализы у детей брали без ведома родителей. При этом ни город, ни номер детского сада в сообщении указаны не были. Как сообщил официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров в услуге Ржан Байтанаев, эта информация не соответствует действительности. На массовое тестирование в детских садах не выделялось ни средств, ни материалов. К тому же любые медицинские манипуляции с детьми без письменного согласия родителей были бы грубым нарушением закона, отметил представитель ведомства. Отмечается, что ПЦР-тест на COVID-19 у ребенка могут взять только в том случае, если до этого он контактировал с больным. При этом необходимо письменное разрешение родителей или официальных опекуров. Продолжаем выпуск. В этом году существенно выросло количество государственных услуг, которые оказывают в электронном формате. Во многом на этот показатель повлиял карантин, в результате которого людям необходимо было оставаться дома, а государственные служащие переходили на дистанционную работу. Теперь региональным ведомствам предстоит оценить качество госуслуг, оказываемых онлайн. Для этого уже в ближайшее время независимая компания проанализирует работу акиматов городов и районов области. С начала пандемии и введения карантина в Кустанайской области вполне ожидаемо вырос спрос на государственные услуги в электронном виде. Если сравнить этот показатель с данными за прошлый год, то цифры окажутся выше на 19%. С начала 2020 года жители региона воспользовались электронной формой, чтобы получить 4 миллиона 700 тысяч государственных услуг. А вот в обычном бумажном виде за ними обратились всего порядка 500 тысяч раз. Снижать показатели онлайн-форматов работы с людьми в регионе не намерены. Уже в ближайшее время в электронной форме начнут оказывать еще ряд госуслуг. На этот раз в перечень доступных операций на сайтах добавят сферу земельных отношений. Для увеличения количества автоматизированных услуг в сфере земельных отношений и архитектуры управлением строительством, архитектурой и градостроительством за последние два года проведены работы по созданию областного геоинформационного портала. В настоящее время геопортал функционирует в опытной эксплуатации. В декабре текущего года планируется его интеграция с единым государственным катастроем недвижимости. В дальнейшем ожидается ввод к промышленной эксплуатации. Но расширение электронного формата не дает гарантии защиты от проблем и нарушений. С начала года службы внутреннего контроля провели уже 241 проверку. В итоге дисциплинарной ответственности привлекли 28 должностных лиц. Выявлено 2237 нарушений требований законодательства. По результатам проведенных проверок направлено 810 рекомендаций по устранению выявленных недостатков в работе, из которых 560 на сегодняшний день исполнены. Чтобы повысить качество оказываемых государственных услуг в электронном виде, в будущем планируется провести несколько анализов. Во-первых, они затронут субъекты малого и среднего бизнеса, которые имеют возможность оказывать госуслуги. Во-вторых, проанализируют работу акиматов городов и районов. Собирать данные о качестве оказываемых услуг местными исполнительными органами будет Каргандинская независимая консалтинговая компания. Хамзан Рупизов, Наталья Басмурзина, РТН. Областная библиотека имени Толстого стала обладателем гран-при республиканского конкурса за самый уникальный онлайн-проект. Он посвящен обучению библиотекарей медиаграмотности и критическому мышлению. Как выяснилось, работа Костанайской библиотеки в этом направлении уникальна. Тренинги, проводимые на местном уровне, теперь просят повторить для остальных регионов. Чем так привлек жюри, представленный Костанайскими библиотекарями, проект, расскажут наши корреспонденты. Обилие информации в современном обществе заставляет людей относиться к ней более избирательно. И вот уже Костанайские библиотекари становятся участниками уникальных для региона тренингов по развитию критического мышления и медиаграмотности. Директор областной библиотеки имени Толстого утверждает, что сегодня работа ее сотрудников заключается не просто в выдаче книг под запись. С приходом интернета она стала намного шире. Мы не имеем возможности приобретать новую литературу. Ну, не всегда то, что нам нужно. Поэтому где-то в помощь печатным изданиям, интернет, вот какие-то информации, и там мы должны находить источник. Мы должны сами знать, найти первоисточник в интернете, например, чтобы сделать ссылку. Не доверять, не проверив, такому принципу обучают Костанайских библиотекарей. Каждому читателю, который обратился к сотрудникам за помощью в поиске информации, нужно отыскать достоверные данные. Тому, как это сделать, не запутавшись во всемирной интернет-паутине, директор библиотеки имени Толстого и обучала своих сотрудников. А затем она решила в онлайн-режиме привлечь к этой работе зарубежных тренеров по медиаграмотности. В итоге охватить удалось библиотекарей не только нашего региона, но и соседних областей. Для библиотекарей Костанайской области апрель-май, для Казахстана июнь-юль, и тренинг трехдневный, который с украинскими тренерами, он был в июле, 8-10 июля, три дня. И сразу этой темой заинтересовалось Министерство культуры, были публикации в Егемен Казахстан, на сайте Министерства культуры, управления культурой, наших областных газет. И Министерство культуры предложило мне провести такие тренинги уже в оффлайн-режиме, когда мы вернемся к нормальному режиму работы. Костанайские тренинги оказались настолько уникальными, что получили гран-при республиканского фестиваля как лучший онлайн-проект. А вместе с ним библиотеке Толстого достался и сертификат на полмиллиона тенге. Но важнее полученные награды библиотеки все же считают знания. И мыслить критически теперь стало главным постулатом всей работы сотрудников. Хамзан Урпиисов, Наталья Басмурзина, Елена Щегельская, РТН. В субботу, 17 октября, в Костанайе проведут первую в этом сезоне сельскохозяйственную ярмарку. Как сообщили в городском Акимате, участие в ярмарке примут сельхозтоваропроизводители из городов и районов Костанайской области. При этом предельные рекомендуемые цены на товары в отделе предпринимательства города назвать не смогли, отметив лишь то, что стоимость продуктов будет ниже рыночных на 15-20%. Место проведения ярмарки – сити-центр. Начало 9 часов утра. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.